Владимир Путин посетил Мариуполь. Радостно рапортуют российские пропагандисты в один голос, прославляя смелость кремлевского карлика, который на 388 день вторжения в Украину наконец-то решился не только выбраться из бункера, но даже наконец-то решился посетить новооккупированные его армией территории. Но и кремлевским пропагандистам действительно есть чему радоваться. Ведь за 8 лет войны Путин никогда ни единого раза не был не то что на линии фронта. Он не нашел нужным побывать хотя бы в Донецке или Луганске. Но вот сейчас приехал аж в Мариуполь. И кремлевские пропагандисты теперь вот бьются от этого в экстазе. Вот только зря. Ведь путинский этот визит, он вообще никого не впечатлил, даже самих россиян. Ведь в нем чувствовалось и фальшь, и заимствование. Фальшь, потому что в Мариуполе, конечно же, был лишь двойник Путина. Ну а заимствование чувствовалось, потому что этот двойник Путина копировал даже не Путина, а Зеленского. Но тогда зачем кремлевский карлик отправил своего двойника в Мариуполь пародировать украинского президента? На что Путин рассчитывал и в чем он просчитался? Давайте сейчас разбираться. Привет, меня зовут Артем Авдиенко, я украинский журналист. И вашему вниманию мои хроники зомбилэнда, хроники развала Российской империи. Ну и самое мне смешное, что за этим развалом я наблюдаю через российский телевизор, который настолько уже заврался, что регулярно правду показывает, даже сам того не понимая. Ну и возвращаясь к визиту двойника Путина в Мариуполь, давайте разделим эту тему на два момента. Почему я решил, что в Мариуполе был именно двойник и почему даже будь там в Мариуполе оригинал, то это все равно была бы глупая и провальная затея со стороны Кремля пытаться повторять за Зеленским. Ну и начнем с того, почему я думаю, что в Мариуполе был именно двойник. Смотрите, на самом деле я не очень люблю эту историю с копанием в белье Путина. Мне всегда это попахивало конспирологическими теориями. Ну, когда, знаете, уважаемые эксперты брались анализировать различные видео с Путиным, брались сравнивать мочки его ушей, залысины или походку. Я слабый физиогномист, мне вообще не очевидно, что на разных видео Путин там разный. Поэтому я всегда несколько терялся, когда эксперты уверенно мне утверждали, мол, да тут же четко видно, что все эти Путины, они разные. Так вот, визуально, по мочкам ушей, залысинам и походке мне это не очевидно. Но то, что у Путина есть как минимум две разные модели поведения, вот это я как раз очень четко и сам вижу. О чем я? Смотрите, вот есть тот Путин, который проводит совещание с ближайшими соратниками, держась от них на расстоянии десятков метров. А есть Путин, который свободно тусит с фальшивыми матерями, чокается шампанским солдатами, задвигает туфту рабочим и ручкается с жителями Мариуполя. И вот эти две абсолютно разные модели поведения могут иметь лишь два разумных пояснения. Пояснение первое. У Путина раздвоение личности. Не путать с шизофренией. И тогда он действительно един в двух лицах. Когда принял таблетку, то он смел и решителен, и пока таблетка действует, он выходит из бункера в люди. А вот когда таблетка его отпускает, он прыгает в бронепоезд и мчится, сломя голову назад в тот свой бункер. Это первое пояснение кардинально разному поведению Путина. Ну а второе пояснение уже стало классикой. Что настоящий Путин, как настоящая кагибистская крыса, действительно давным-давно запер себя в бункере. А вот двойник, которого вообще не жалко, вот как раз двойника настоящий Путин и подставляет под все эти ужасы реального общения с плебеями. Ну то есть со своими согражданами. Но если выбирать между этими двумя вариантами, с раздвоением личности и двойниками, ну то в психиатрическое заболевание я все-таки верю меньше. Но лишь потому, что я не являюсь практикующим медиком, возможно специалисту тут как раз было бы все очевидно. Но вот мне, как практикующему журналисту, более очевиден все-таки вариант с тем, что Путиных действительно как минимум двое. Есть двойник. Глупый, но смелый рубаха парень без ремня безопасности катается по Мариуполю. В то время как оригинал хитрый, но трусливый, сидит в стерильном бункере на Валдае и дистанционно управляет всем этим действом через камеры наблюдения. И еще раз, тот Путин, который настоящий, к которому лично прилетает Эммануэль Макрон, так вот этот Путин, он людей действительно боится. Для настоящего Путина люди это источник опасности, это источник заразы. Напомню, Путин настолько боится ковида, что от Макрона он требовал сдать анализы своим личным российским врачам. Макрон тогда отказался, он не захотел разбрасываться своим ДНК, ведь непонятно в какой подставе то его ДНК потом когда-то там могло бы всплыть. Но Путину, как ни парадоксально, на тот момент важнее был все-таки результат анализа. И не получив его, Путин разговаривал с Макроном за монструозным столом. С этого все смеялись, но вот такой он настоящий Путин. И, конечно же, это его паранойя касательно ковида, ну или еще какой там заразы, она никуда не могла сейчас деться. Поэтому просто невозможно представить, чтобы настоящий Путин с бухты-барахты не только взялся бы ручкаться с жителями Мариуполя, но даже решился бы зайти к ним в гости в замкнутое помещение. Это невероятно, а потому невозможно. Поэтому и вывод однозначный. Кто бы там ни был в образе Путина в Мариуполе, с какими бы лояльными местными его там не сводили под покровом ночи, это точно был не настоящий Путин. И вот это фальшь, но она же очевидна, она сквозит буквально в каждом кадре якобы путинского визита в Мариуполь. Поэтому она это фальшь и не впечатляет зрителя в этом плане кремлевская задумка точно провалилась. Но идем дальше. Почему говорю, что будь там в Мариуполе даже настоящий Путин, то все равно это был бы провал. Так вот, это потому я так говорю, что каким бы бравым не был на первый взгляд этот кавалерийский наскок Путина в Мариуполь, это всего лишь жалкая пародия на подобные визиты Зеленского. Эта пародия при прямом сравнении, она же нещадно проигрывает. Вот Зеленский в Херсоне, среди белого дня, буквально на следующий день после освобождения города, на расстоянии досягаемости российской артиллерии. При этом Зеленский среди простого люда, да, в окружении вооруженной охраны, но реальных и случайных людей там море. Общение живое. И они явно не могут быть все подставными. Это всем очевидно, кто видит эту картинку даже с экрана телевизора. Более того, все прекрасно понимают, там среди толпы точно были те, кто рад был бы сдать российской артиллерии координаты цели номер один. И вот Путин в Мариуполе, в глубоком тылу российской армии вторжения, под покровом ночи, под защитой комендантского часа, когда лишних глаз на улицах точно нет. И встречается он при этом с горсткой коллаборантов, которым за предательство Родины вручили ключи в домишке, специально для этого возведенной Потемкинской деревни. И вот при таком прямом сравнении, ну согласитесь, даже думая, что Путин в Мариуполе настоящий, все равно это фальшь, это наигранность и картонность. Все это все равно за версту чувствуется. Именно поэтому и говорю. Это точно была не лучшая идея отправлять Путина в Мариуполь, тем более отправлять туда его двойника. Ну вот, знаете, мне это сейчас трудно представить, но я попробую. Смотрите, я задаюсь вопросом, что должен почувствовать сторонник Путина где-нибудь в Омске, в Сызрани, увидевший этот репортаж из Мариуполя. Кремлевские пропагандисты точно уверены, что этот россиянин должен почувствовать при этом гордость за смелого царя-батюшку. Но вот мне почему-то кажется, что его настоящие впечатления от увиденного были несколько иными. Вот как сейчас вижу, этот россиянин, только что пришедший по деревянным мосткам тротуара в свой разваливающийся барак 30-х годов постройки, сходив перед этим в нужник во дворе и уже ополовинив чекушку на стойке боярышника, он тянется к своей главной драгоценности, к главному украшению своей комнаты в коммуналке, к цветному китайскому телевизору. Включает его, смотрит 60 минут, где Скобеева славит Путина, приехавшего в Мариуполь на новоселье к местным жителям. И вот этот коренной россиянин, которого Путин уже 20 лет с колен поднимает, вот как он должен на увиденную картинку отреагировать. Мол, должен он сказать, не зря, точно не зря мой Ванюшка от рук нациков, полка Азов свою голову сложил в этом Мариуполе. Мол, вон какие хоромы, мы на деньги из российского бюджета там, в Мариуполе, теперь местным отгрохали. Вот как-то так, да? Вот такой одобрительной реакции ожидал Кремль от россиян, посмотревших репортажи о визите двойника Путина в Мариуполь. Скорее всего. Но вот я почему-то уверен, что реакция глубинного россиянина на увиденное была, мягко говоря, совсем другой. Я хотел бы, но не смогу сейчас вам ее эту реакцию пересказать и воспроизвести. Но все-таки мой матерный русский лишь на начальном уровне. Я не смогу повторить все эти виртуозные загибы глубинного россиянина в адрес своего еще вчера обожаемого царя. Ну и теперь ответ на главный вопрос. А зачем же этот Путин тогда своего двойника в Крым и Мариуполь на самом деле отправлял? Ведь точно не с инспекцией оборонительных сооружений. Что толку от инспекции, проведенной бестолковым двойником? Ну и точно не ради того, чтобы произвести впечатление на тех вот мариупольцев-коллаборантов, которым отвели второстепенные роли в этом плохоньком спектакле благодарностей Путину за построение рая в устроенном им же аду. Так вот, причина банальна. Настоящей целью визита было перебить в новостях тему с ордером на арест Путина международным криминальным судом. И чтобы эту тему перебить, чтобы отвлечь от нее внимание, и требовалось что-то более грандиозное, чем просто визит двойника Путина к студентам, швеям-мотористкам или даже к оплодотворителям лосей на Алтае. Поэтому в спешке Кремль и вынужден был добавлять к визиту двойника в Херсонес еще и его визит в Мариуполь. Но поскольку делалось все в попыхах, поскольку делалось все в сумасшедшей запарке, ну ведь никто и в страшном сне не мог представить, что ордер на арест Путина станет реальностью. То и не смогли в Кремле просчитать, что реакция на такой вот путинский визит будет, мягко говоря, негативной даже со стороны лояльных Путину россиян. Более того, эффекта в Кремле добились прямо противоположного. Еще вчера россияне смеялись с ордера на арест, а теперь вот кривятся от фальшивого спектакля, разыгранного его двойником в Мариуполе. Впрочем, в Кремле не унывают и в следующий раз все-таки отправят Путина к алтайским осеменителям лосей. Ну, где ему самое место. Впрочем, и в Украине, и в цивилизованном мире касательно места Путина все-таки считают иначе, что место Путина на скамье подсудимых Гагского международного криминального суда. И сейчас, знаете, это уже не какое-то там образное выражение для фигура речи. Нет, это теперь вполне осязаемое путинское будущее, материализация которого и началась с выписанного ордера на арест президента Российской Федерации. Все будет Украина. Слава ВСУ. Лайк этому видео. Подписка. Увидимся.